В последнее время сейчас ведутся разговоры о том, что необходимо создавать товарную биржу именно в форме организации спотовых торгов. Хотя если посмотреть во всем мире, и те примеры наиболее ликвидных товарных бирж, которые есть в мире, в развитых странах, то в основном все эти рынки существуют в форме фьючерсного рынка. Причем фьючерсного рынка далеко не всегда, то есть эти контракты, которые торгуются, они вообще даже далеко не всегда предполагают реальную поставку товара. Здесь вот в моем понимании обществом, государством, участниками рынка просто недооценивается смысл и задачи, которые решает именно фьючерсный товарный рынок. Принципиальным моментом является то, что когда создается фьючерсный товарный рынок, вот именно фьючерсные торги, не связанные с реальной поставкой, а заключение контрактов на месяц, на два, на три вперед, то вот эти товары перестают обращаться только в плоскости товаропотребителей, товаропроизводителей, они приобретают статус финансового инструмента, которому появляется возможность работы и интерес со стороны не только потребителей, производителей, различных финансовых институтов, частных инвесторов, фондов и так далее, что просто кардинальным образом расширяет число участников этого рынка. Если мы говорим, что, опять же, по большинству товаров у нас крайне ограниченное количество производителей и потребителей, ну или потребителей, особенно если мы говорим про нефть, нефтепродукты, все эти слова про вертикально интегрированные компании, что у нас 7 компаний или 8 компаний, а вообще останется в перспективе 3 компаний, то преобразование товарных контрактов именно в финансовые инструменты кардинальным образом расширяет потенциальное количество участников этого рынка. И вторым моментом является то, что участие на фьючерсном рынке носит принципиально другую цель. То есть, компании приходят на этот рынок не для того, чтобы заключить сделку с реальным товаром, а для того, чтобы заключить сделку с исполнением через месяц, через два, через три. Все компании, которые вообще существуют, да, мы же не в плановой экономике сейчас живем, а все компании имеют бюджеты, да, то есть они на год вперед составляют бюджет. И хотелось бы им понимать, каким образом, какие у них будут в течение ближайшего года затраты, да, вот они там, не знаю, потребляют горюче-смазочный материал, условно говоря, да, там, не знаю. Любая, наверное, компания производственная потребляет там либо горюче-смазочный материал, либо электроэнергию, либо еще что-то. Сколько закладывается в бюджет средств на потребление? Цены же меняются, мы в рыночной экономике живем. Никто на текущий момент конкретно спланировать не может, да, потому что это вещь неизвестная. Ровно так же, как неизвестна цена, по которой ты продашь свою продукцию. Там, не знаю, та же вертикально интегрированная компания, Лукойл, условно говоря, да, по какой цене она продаст свою продукцию в сентябре следующего года. Никто сказать не может, никто не знает, что будет с ценами на нефть, никто не может сказать, да. Фьючерсный рынок решает проблему планирования. То есть компания имеет возможность зафиксировать для себя на практически любой на текущий момент срок вперед цену приобретения или продажи того или иного актива. и обезопасить себя от того, что рынок будет не тот, который не выгоден для нее. То есть если она потребляет ресурсы, цены могут вырасти. Если она производит какие-то ресурсы, цены могут упасть. Ну, не знаю, те же авиакомпании, да, у которых очень серьезная величина затрат, это, собственно говоря, топливо. Да, и когда там случаются различные пики туристического сезона, когда путевки продаются, там, не знаю, на 3-4 месяца вперед, перед Новым годом, наверное, сейчас все уже просто там все новогодние туры выкупили, да, и, соответственно, цены заплачены, деньги заплачены. А что будет, если там, не знаю, нефть вырастет на 15 долларов обратно к Новому году, да, цены на керосин точно так же вырастут. А цена билетов уже, она зафиксирована, да, и у компании есть очень серьезные риски. Использование фьючерсного механизма позволяет ей эти риски снизить, просто заключив контракт долгосрочный, да. Причем, опять же, специфика такова, что не обязательно ей при этом участвовать в конкретной поставке товара по контракту, да. Ей важно то, что фьючерсный рынок ей компенсирует неблагоприятную конъюнктуру с потового рынка, потому что цена фьючерса, она всегда зависит от цены базового актива, они как бы двигаются синхронно, да. Поэтому, если сегодня компания заключает контракт на 3 месяца вперед, по керосину покупает, да, цена вырастает на 20% через 3 месяца, да, то компания, купив на рынке базового актива, или, как это еще говорят, на рынке спот, керосин на 20% дороже, получит компенсацию вот этих 20% на фьючерсном рынке. Это такая, по сути, это страховка, да. Вот когда мы покупаем страховку, то мы, собственно говоря, хотим получить гарантию того, что если что-то неблагоприятное случится, нам выплатят определенную сумму. Вот это ровно такая аналогия, да, то есть фьючерсный рынок используется в качестве страховки, а не в качестве механизма, по которому компания хочет через 3 месяца что-то купить или что-то продать. Вот это одно из главных вообще заблуждений, которые существуют у государственных органов и у компаний, которые когда-то слышали про то, что существуют товарные биржи, но не очень понимают, для чего они используются. Это, собственно говоря, главное, для чего это используется.